Ученые считают пандемию в том числе и экологической катастрофой. Еще совсем недавно мы боролись с пластиковыми трубочками для коктейлей, теперь же в мусорные баки хлынули десятки и сотни миллионов упаковок для продажи еды на вынос. Мир оказался на пороге нового вызова. В такой ситуации особое значение приобретает экономика замкнутого цикла. Контейнер для еды, уложенный в полиэтиленовый пакет, куда заботливо положены нож, вилка и стаканчик, кажутся вполне безобидными и удобными. Хотя на самом деле это крохотная составляющая огромной проблемы. Поэтому так важно, что компания BringPack, работающая по модели экономики замкнутого цикла, запустила, пока только на рынке Балтийского вокзала, пилотный проект по так называемому цикличному использованию многоразовых пищевых упаковок. В течение апреля в определенных местах общественного питания у посетителей будет возможность купить, как теперь только и позволено, еду на вынос в многоразовой упаковке. И потом, что особенно важно, вернуть ее в особый автомат, установленный в здании рынка. В проекте принимают участие сразу несколько находящихся на вокзальном рынке заведений. Основная цель экологичного проекта – снизить количество одноразовой посуды, попадающей в мусор. «Это поможет избежать скопления огромного количества использованной одноразовой посуды. За последний год существенно выросло число заказов еды через интернет, что, в свою очередь, требует и большого количества одноразовой посуды. Поэтому данный проект ориентирован на то, чтобы такой посуды выбрасывалось меньше». Цена специальной многоразовой упаковки составляет 84 цента, из которых 24 цента идет на ее мытье. А вот 60 центов – это депозит, который будет возвращен на счет клиента бесконтактным платежом при возврате коробки в автомат, установленной у главного входа на рынок Балтийского вокзала. Но при желании такой контейнер можно изобрать себе в многоразовое использование. «Мы предоставляем в рестораны вот такие многоразовые контейнеры. При желании клиент может купить еду в таком контейнере. После того, как человек пообедает, он может принести этот контейнер в специальный автомат. Мы позже собираем эти контейнеры, тщательно моем и возвращаем обратно в рестораны». Пилотный проект по вторичному использованию тары должен хоть и на чуть-чуть, но уменьшить количество пластика в Таллине. И если эксперимент себя оправдает, может быть, в ближайшем будущем подобная система будет использоваться по всему городу. А возможное будущее «зеленая столица» покажет пример другим странам. Пока же горы мусора из одноразовой посуды только растут. Вадим Алышкин, Петер Юлевайн, Новости Таллина.